Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Я обещала сделать видео о том, как я креплю камефубуки и показать результат. На ноготках укрепление гелем. Укрепление базы у меня не держится. Сколько всего перепробовала, постоянно уголки ноготков отслаивались. Я перешла на укрепление гелем. Если вам интересно, как я это делаю, напишите в комментариях. И я обязательно сделаю видео на тему укрепления гелем. Причем базой топ у меня коди. Хоть и говорят, что нельзя на жидкую базу твердый гель, но именно на моих проблемных ноготках это сочетание отлично держит. Основной цвет буду использовать венолиса с сайта Алиэкспресс. Номер плохо видно, но это 930 номер. Очень непросто делать покрытие левой рукой. Я никак не могу прилагчиться. Наношу как можно ближе к кутикуле. И тонкой кистью закрашиваю непосредственно у зоны кутикулы. Также удобно наносить гель лак под кутикулу, распластав кисть. И узкой стороной уголком кисти вести как можно ближе к кутикуле. Сушу в лампе. Наношу второй слой на ноготки и мизинца и указательного пальца. В лампу. На ноготок безымянного пальчика наношу базу коди. Она в большой баночке у меня для удобства чуть-чуть наливаю в палитру. И на непросушенную базу выкладываю камифу буки. Заполняю ноготок полностью. Очень важно отступать от кутикулы боковых валиков в некоторое расстояние, хотя бы полмиллиметра. Чтобы когда вы перекрывали топом, камифу буки были полностью под материалом. Ну и конечно немножко нужно отступить от свободного края. Камифу буки отличный материал для дизайна, особенно если делать самой себе, да еще и левой рукой. Каких-то секретов у меня абсолютно нет. Я и не думаю, что именно с коди все так хорошо держится. Сейчас достаточно много качественных материалов и у других фирм. Сушу в два раза дольше, чем обычно. Основная причина, по которой у вас не держатся камифу буки, это мощность у вашей лампы недостаточно, чтобы просушить базу под камифу буками. Лампа может хорошо сушить гель-лак, базы, топы, но камифу буки достаточно плотные. И чтобы просушить под ними материал, нужно больше мощности. Отодвигаю от боковых валиков и в лампу. На палитру наливаю топ коди и тонко покрываю камифу буки. В лампу. Если сейчас посмотреть на ноготок, то поверхность неровная. Я наношу второй слой топа и делаю выравнивание ногтевой пластины. Сначала тонко наношу материал, потом ставлю капельку и распределяю по всему ноготку. Переворачиваю ручку и в лампу. И вот ноготок ровненький, объема выделяющего ноготок среди остальных тоже нет. А вот потрясающие блески и переливания есть. На среднем пальчике я также выложила камифу буки, но не наполнил ноготок. Также на базу просушила в два раза дольше и прикрыла двумя слоями топа. Думаю, показывать одно и то же смысла нет. А вот результат через 3 недели. Ровно 21 день. Можно было и дольше ходить. И я ходила, пока не стала мастером. Но когда ты мастер и у тебя под рукой куча оттенков, гель-лаков и разных штучек для дизайна, очень трудно ходить долго с одним покрытием. Хоть выглядит и страшновато, но все на месте. Ни один камифу бук не отстал и не отвалился. Я надеюсь, вам была полезна эта информация. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Если вы хотите, чтобы я таким же образом протестировала какой-то другой материал для дизайна, напишите мне также об этом в комментариях. Я обязательно сделаю видео. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Всего доброго, хорошего дня!